Здравствуйте! Вы смотрите «Жесть» о самых резонансных криминальных новостях. Расскажу вам я, Анастасия Лаврова, в этом выпуске. Беглого министра Миренкова арестовали. Утка или правда? Дело в суд, почему грабителю не помогла маска. И домогался, наказала. Какова версия подозреваемой? Тело мужчины с колотым ранением обнаружила бригада скорой помощи в одном из домов Кировского округа Омска. Медикам оставалось лишь констатировать смерть. А вот женщину, которая и позвонила в 03, госпитализировали. Приехавшие на место сыщики выяснили, что за несколько часов до трагедии сожители выпивали. Прибывая в состоянии алкогольного опьянения, собственник строения начал настойчиво уделять внимание своей барышне. В ходе ссоры, возникшей на сексуальный мотив, она ему нанесла ножевое ранение, в результате которого он скончался. Следствием прорабатывается вопрос о самообороне этой женщины, так и инсценировке самообороны. Потому что она, повторюсь, характеризуется крайне отрицательно. Между ней были ссоры, скандалы. И тот мотив, который она выдвигает, что он якобы домогал своей, он будет тщательно проверен в ходе следствия. С места преступления следователи изъяли нож. Как только подозреваемую выпишут из больницы, ее допросят. Кстати, ранее женщина уже была судима. Она также нанесла увечья своему сожителю. Но тогда мужчина выжил. На этот раз уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Беглого чиновника Вадима Меренкова арестовали. Сегодня об этом сообщили информагентство. В заметках говорится, что экс-министра задержали за границей. Журналисты ссылаются на источник, занимающий высокий пост. Однако в региональном следственном комитете эту информацию не подтверждают. Данных о том, что установлено местонахождение Меренкова у сыщиков нет. Возможно, это всего лишь вопрос времени. Следователь не располагает сей минутной какой-то информацией, задержан или арестован ли он на данный момент. То есть механизм заключается в том, что если Меренкова где-то поймают, его берут автоматически сразу под стражу, после чего информируются органы следствия о том, что в таком-то населенном пункте задержан разыскиваемый Меренков по такому-то уголовному делу. Значит, на данный момент он у нас по-прежнему в розыске. Объективными сведениями о том, что он где-то задержан, мы не располагаем. Напомню, бывший министр имущественных отношений обвиняется в десяти преступлениях. Из них восемь являются тяжкими. Статья «Превышение полномочий». Речь о продаже муниципальной земли в поселке Чукреевка в Кировском округе Омска. Ущерб государству составил более 400 миллионов рублей. Соучастникам Меренкова по этому уголовному делу проходит Юрий Гамбург, который сейчас заключен в СИЗО. Гамбургу задавался вопрос, в том числе, когда мы его допрашивали, известно ли ему местонахождение. Он такой информации не располагает. По нашим данным, Меренков пропал в Москве при прохождении лечения в больнице, куда следствие выезжало в командировку для проведения с ним следственных действий. Последнее известное местонахождение – это Москва, где он находился в больнице. Как рассказали омским следователям медики столичной больницы, в день исчезновения Меренкова за ним подъехала черная машина. Он сел в нее и больше не вернулся. Меренков по-прежнему объявлен в международный розыск и заочно арестован. Грабитель в маске из фильма «Крик» сядет на скамью подсудимых. Прокуратура Кировского округа Омска утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд. Как мы уже рассказывали, летом мужчина устроил разбойный маскарад в одном из кафе на Левобережье. Угрожая пистолетом, похитил кассу. Преступление попало в объектив камер наблюдения. Видео приобщили к делу. Все произошло за несколько секунд. Мужчина в маске с пистолетом в руке ворвался в магазин-бар. Уверенно пробежал к кассе, схватил аппарат и выскочил на улицу. С этого ракурса отчетливо видна маска, которую надел злоумышленник. Знаменитый черный капюшон с искаженной белой гримасой из триллера «Крик» сделал свое дело. Продавцы оцепенели от ужаса. А вот охранник не растерялся, пустился в погоню. Нашел известный мне молодой человек в маске. В черном костюме спортивном, в перчатках. В себе имел сумку. Зашел за стойку кассы, взял выручку и направился к выходу. Охранник бара догнал ряженого злоумышленника лишь тогда, когда тот споткнулся. Когда мужчина сдернул маску, понял, что знает этого человека. Парень недавно проходил стажировку. Планировал устроиться в это заведение. В данном факте примечательно то, что обвиняемый готовился к преступлению заранее. Для этого он приобрел в игрушечном магазине маску героя из фильма «Крик», а также игрушечный пистолет. В дальнейшем их использовал, бежал в помещение магазина и, зная заранее о том, где находится выручка, похитил ее. Сейчас 21-летний житель Любинского района Омской области находится в изоляторе временного содержания. Еще на допросе он рассказал, что на дело пошел, так как испытывал материальные трудности. Мужчина давно мечтал перебраться в Омск, но денег на это у него не было. Вряд ли с помощью 20 тысяч рублей сельчанин смог осуществить задуманное. Такая сумма была в похищенном кассовом аппарате. Ну, просто на что-то жить нужно было. Вы не работаете? Нет. Мужчина во всем признался. Ранее он уже был судим за имущественные преступления. На этот раз уголовное дело возбудили по статье «Разбой». Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сотрудники уголовного розыска проверят детоубийцу Максима Калинина на причастность к исчезновению Даши Некрасовой. Напомню, Калинина в мае приговорили к пожизненному заключению. Он признан виновным в убийстве собственного сына Коли Кукина и соседской девочки Полины Назаровой. Сейчас Калинина планируют также проверить на причастность к исчезновению Даши Некрасовой. Девочка пропала 6 лет назад. Тогда, в 2008 году, Даша вышла из школы, но домой так и не вернулась. Родственники верят, Даша жива. 27 сентября ей исполнилось, либо исполнилось бы 18 лет. В социальных сетях ее сестра Юлия опубликовала пост. Поздравила Дашу с днем рождения. «Я даже не знаю, как ты сейчас выглядишь. Ты очень повзрослела. Поверить не могу, тебе сегодня 18. Сегодня твой день рождения. Верю, что однажды ты сделаешь подарок себе и нам и найдешь дорогу домой. Земля круглая. Если ты когда-нибудь прочитаешь этот пост, знай, мы любим тебя и ждем». К другим темам сегодня стали известны подробности пожара, который произошел накануне в Омске на улице 5-я Северная. Киоск овощи и фрукты подожгли коктейлем Молотова. Первоначальную версию о том, что ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем, полиция исключила. Сотрудники ОВД разыскивают злоумышленников. На месте происшествия обнаружена пластиковая бутылка, предположительно, с остатками горючего вещества. Также силовики изъяли записи с наружных камер наблюдения и установили свидетеля, который вызвал пожарных. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, совершенного из хулиганских побуждений. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает за такое правонарушение наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Здание тушили сразу три пожарных машины, однако магазин почти полностью выгорел. Огонь уничтожил оборудование и товар. Владелец павильона оценил сумму причиненного ущерба в полмиллиона рублей. Конкурс на лучшее зрительское видео продолжается. Следующие кадры от Ивана. В объектив его видеорегистратора попала дама на красной иномарке. Мы видим, как автоледи при повороте выезжает на встречную полосу. От лобового столкновения автомобили отделяют несколько сантиметров. Реакция водителя, который чуть поневоле не стал участником ДТП, вполне объяснима. Если вы стали очевидцем ЧП, аварии или драки, присылайте видео на нашу электронную почту. В конце месяца подведем итоги. Автор самого интересного ролика получит денежный приз. На сегодня это все криминальные новости. Еще раз этот выпуск вы можете посмотреть на сайте antennasium.ru и в группе ВКонтакте. Увидимся завтра. Будьте осторожны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин